Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Это, конечно, нелегко, потому что надо поститься не с 13-ти ночи, а поститься хотя бы в 10-ти утра, если недостаточно вверх, а если нет, в 12-ти часов дня до момента участия предоступает 8 часов вечера. Но это такая жертва, по-моему, очень благодарная, очень благодатная, потому что вы постараетесь, вы ходите на тренинги церкви, и вы чувствуете особую благодать великого поста, который не ощущается ни в один из других березов церковного года. Такие отличительные моменты мы отмечаем во время великого поста. Я надеюсь, коллеги братья и сестры, что все вы воспользуетесь всеми этими городами, которые церков предлагает нам для того, чтобы привести наше духовное хозяйство в порядок за эти 7 недель. И сегодня мы стоим в мире, но только наших дворов, но только наших домов, и, самое главное, наших душ. Первое воскресенье Григорьевого поста, я уже не буду разрешено воспространяться, но я могу запрещать два слова сказать, мы отмечаем, называется «Воскресенье Рождества Православия». И сегодня мы вспоминаем ту победу, которую православное христианство одержало, более 100 лет, который продолжал это старшее должное учение, это наборчество. И вот после стадия православное христианство, православное церковь поддержало подъемную договороческую реакцию и на 8-ом, на 7-ом вселенном соборе иконопочитание было восстановлено. И очень стоит вам посмотреть на этот, там будет, наверное, гораздо более крупнее, как вам соберут, почему церковь строила, почему церковь вела, почему церковь борол церкви иконы, и почему она разрешает нам иконы. Во-первых, потому что он напомнит нам, что Христос, второй лиц, который святой Кольца, и Бог не видел, второй лиц, который святой Кольца стал виден, он видел человеческую плоть, он стал спасителем, он стал человеком, таким же, как мы, ко мне века. То есть он был видим. И в силу Бога обращения мы имеем не только права, но и наша святая обязанность изображать Господа нашего Иисуса Христа и других прадедов. Но помните, что мы кланяемся ни доски не краской, ни материями, а мы кланяемся и прочитаем образ, изображенный на этой доске красками и любими материалами. А вы будете нарушать здесь, что икона – это не видо. Образ, изображенный на этой иконе, вот к чему мы поклоняемся. И вот так замечательно, когда мы к любой храм и рассмотрим на иконы спроситель в этом нет. Как икона представит себя его перед нами, он не может закрывать глаза и как взорваться себе вообразить. Нам нужно представить, что похоже самосто Божье. Посмотрите вокруг себя. Вот видите, это огромное число прадедников. Вы достигли блаженной жизни. И вот мы с вами здесь, в храме, находимся как бы небо на земле. Потому что вот благодаря этой чудной иконности, которая нас окружает. Иконы были с самых первых дней христианства. Те, кто и столкались побывать в премьерах, в катакомбах видели иконы. Но стенописи на глазе катакомбах они уже были. И вот, к сожалению, полепились кумники. Ни без влияния и мусиматства отрицали требовать их иконы сжигать, выбрасывать из храма. И вот я подпираю, как выше ста лет, продолжалась эта сложная борьба с иконопольцами. И вот первое искусение Великого Поста, эта победа была проразмешена. И принято во всех насчет стран, от первого искусения Великого Поста или тем, как разойтись, когда нам служить специально на религии, а тем, кто отпал от православной веры, воинно или невольно. И вот мы сейчас тоже совершили этот короткий момент. И в этом семье каждого из вас есть кто-то, кто еще не осознал свое место в Божьем мире, который отвернулся от Христа и не может сознательно отводиться с Христом в той жизни сейчас. Давайте сейчас, дорогие братья сестры, помолимся. Помолимся и от общества наших, которые все мы видим по какому скользкому, скользкой дороге наши страны, здесь же нет, и Россия, и другие идут. Помолимся, чтобы Господь коснулся, и все где-то с наших родных, и все наши окружающие, и нас самим, потому что мы тоже в своими грехами постоянно отпадаем от Господа Бога. Помолимся, чтобы Господь помог нам держаться пустого правилу православного пути в нашей жизни. Спасение, Боже нашим, аминь. Высловение Господа на вас, любого благодати человека, и дарь 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 и дарь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok